Так, ну что, коллеги, еще раз добрый вечер. Давайте с кем мы не знакомы познакомимся. Моя фамилия Губарь, зовут меня Алексей Федорович. Кто я? Я преподаватель лечебного центра, занимаюсь поддержкой, ну и фактически разработкой всех тех курсов, которые в той или иной степени принадлежат категории Helpdesk. В частности, курс техническое обслуживание и ремонт Helpdesk, собственно, часть, одну из основных тем, которую материнские платы, вы здесь пришли от меня послушать, что-то новенькое узнать. Разрабатывал я. В принципе, моя стезя и моя специфика – это не только диагностика и определение проблемы, восстановление работоспособности, восстановление загрузки. Еще направление, которым я курирую, это восстановление данных, удаленных или утраченных с разных типов носителей. Это основы сетевых технологий. Так что по ходу, конечно, у нас сегодня времени будет ограниченное количество, но по ходу, на всякий случай, можно задавать вопросы и получать ответы от меня не только по непосредственно той теме, о которой мы будем с вами здесь беседовать. Коллеги-слушатели дистанционные, меня сейчас слышно? Ну, будем надеяться. Вас там приличное количество, если я не ошибаюсь, у вас подключено сейчас 43 человека. Я надеюсь, все хорошо, все нормально, все замечательно. Ну что, коллеги, начинаем. Я предлагаю начать к вопросу разбор характеристик материнской платы и, скажем так, структуры материнской платы немножечко издалека. Для начала, мы все пользователи персонального компьютера. Давайте определимся, что такое персональный компьютер. Что есть ПК? Коллеги, у вас есть какое-нибудь на этот счет предложение? Ну, каждый является пользователем. Ну, с точки зрения конструкции, да. А с точки зрения назначения, что? С точки зрения уроки, это компьютер, который используется в этот момент только один человек. Ну, это именно персональный. Ну, если акцентировать внимание на персональность, да. А с точки зрения его функциональности, коллеги, у меня немножечко другое обозначение. Компьютер – это совокупность аппаратно-программных средств, предназначенных для обработки данных. То есть для чего создается компьютер? Для того, чтобы переварить, обработать какие-то данные. Данные в виде приложений, расчетов и так далее, и предоставить тому пользователю, который является пользователем, владельцем этого ПК, какой-то конкретный результат. То есть с точки зрения составных частей, две составных части. Это некий набор оборудования, некий набор устройств, контроллеры устройства. И, коллеги, понимаем, что компьютер сам по себе, вот этот набор оборудования работать никогда не будет. Тогда как организуется работа этого оборудования? Большинство процессов, происходящих внутри ПК, это программно-управляемые процессы. Потому и вывод – это железо без программного обеспечения является ничто. Вот, собственно, то, о чем я и хотел спросить и показать. То есть вот этот слайдик, который, собственно, и показывает, что такое персональный компьютер. Да, там множество различных устройств, но если брать самое лаконичное, простое объяснение, это набор аппаратно-программного обеспечения, предназначенного для обработки данных. То есть с точки зрения понимания это все очень просто. Теперь еще один вопрос, коллеги, нам это для понимания, опять же, общих процессов. Вот, собственно, общих процессов, происходящих в системе, нужно. Вот, собственно, этот набор оборудования, куда входит процессор, правильно? Оперативная память, дисковая подсистема, то есть основной накопитель, графический адаптер. Сейчас немножечко уточним, чуть-чуть поподробнее, но чуть позже. Так вот, коллеги, вопрос. Этот набор устройств работает напрямую в взаимодействии с операционной системой, то есть с программным обеспечением? Нет. Нет. Это правильный ответ. Через контроллеры, которые... А контроллерами кто управляет? Драйверы. Драйверы не напрямую. Ну, смотрите, коллеги, я для понимания этого процесса взаимодействия обычно показываю, слушателям рисую вот такую картиночку. Предполагаем, что вот это, это есть персональный компьютер. Исходя из того определения, которое мы с вами ввели, это набор аппаратно-программных средств, предназначенных для обработки данных, то есть две составных части. Условно говоря, сверху я располагаю софт, программное обеспечение. Это может быть операционная система. И набор каких-то устройств, оборудования внизу. Так вот, коллеги, возьму два разных персональных компьютера. По составу устройств, то есть по составу оборудования и по характеристикам этих устройств. Эти компьютеры два разных должны быть полностью идентичными? Нет. А значит, что я показываю обычно слушателям здесь? Вот эта часть, которая граница между оборудованием и всем остальным, она по составу оборудования, то есть еще раз конфигурация разная, значит, она показана мною в виде ровной линии быть не может. Почему? Некоторые компьютеры построены по платформе, допустим, используют процессоры AMD, а некоторые – процессоры Intel. Где-то есть звуковой контроллер, где-то его нет. Где-то он встроенный, где-то дискретный. Где-то видео встроенный, где-то дискретный. А значит, сколько существует конфигураций, столько и систем с конфигурациями разными существует. А значит, вот это многообразие железа я показываю в виде вот такой ломаной кривой. Ломаная кривая еще раз намекает на то, что по составу оборудования системы должны быть и могут быть разные. И по характеристикам. С другой стороны, коллеги, вы как пользователи, которые хотя бы раз в жизни устанавливали программное обеспечение, устанавливали операционную систему, откуда вы ее брали? Ну, кто-то покупал в магазине, правильно? Кто-то скачивал с сайта Microsoft. А потом записывал или на флешку, или на DVD-диск. Мы можем с вами взять подготовленный установочный диск и с этого диска установить операционную систему на компьютер, работающий под управлением процессора Intel, и с этого же диска установить программное обеспечение на компьютер, работающий под управлением компьютера AMD. Можем? Да, ничего. Можем. А значит, изначально то, что нам дает кто? Производитель программного обеспечения. То есть изначально мы скачиваем или покупаем в магазине какой-то универсальный набор программ, который будет подходить для любой аппаратной конфигурации. Согласны? А вот теперь возникает вопрос. Если это универсальный набор программ, значит, это вот такая ровная черта. Как вот это программное обеспечение заставить работать с многообразием железа? Через посредника. А посредника? Нет, коллеги, драйверы – это часть программного обеспечения, часть софта. Чипсет – это оборудование. Совершенно вот я слышу уже неоднократную подсказку. Но кто у меня на курсе был, тот на этот ответ знает. Коллеги, вот здесь есть некий такой посредник. Наверняка многие об этом программном обеспечении слышали, знали. Что такое BIOS? Basic Input-Output System – базовая система ввода-вывода. Что из себя представляет? Это набор служебного программного обеспечения, задача которого – управлять обменом между различными устройствами и памятью компьютера. То есть без этого программного обеспечения ни одно устройство, ни один контроллер, ни один дисковод, ни один процессор жить не будут. Именно это ПО можно… Языком пользователя, если говорить, именно это ПО вселяет, вживляет жизнь в оборудовании. И именно оно делает это оборудование понятным для драйверов операционной системы. Вот эта схемка функционирования ПК, она более предметная. То есть надо понимать, что программное обеспечение в виде операционки и оборудования не напрямую взаимодействует, а используется вот этот набор стандартного программного обеспечения в виде BIOS от производителя оборудования. Идем дальше, коллеги. С точки зрения состава оборудования, давайте на этом сейчас буквально три минуточки время потратим. Вот возьмем простенький системный блок. С точки зрения состава оборудования перечислим основные компоненты, которые в обязательном порядке должны присутствовать в системном блоке, лишив которым мы фактически не получаем полностью функциональный персональный компьютер. Вот с этой точки зрения. Среди основных компонентов что мы должны выделить? Естественно, центральный процессор. Его логика работы какая? Что он делает в вашей системе? То есть фактически это исполнитель. Его задача исполнять программный код. А если быть точнее, любое приложение, любая программа, как встроенная в операционную систему, так и прикладная программа пользователей, это какой-то набор команд, последовательность команд. Вот задача процессора понимать эти команды, выполнять действия, зашифрованные в эти команды. Логика понятна? Понятно. Ну, как выглядит процессор, на слайдике это видно, но большинство из вас наверняка вскрывали. Крышку с тем на углу, как производили разборку, кто-то сборку, естественно, может подтвердить вживую, как выглядит. Коллеги, еще один вопрос. Те программки, с которыми работает процессор, где они должны находиться? Почему именно в кэше? Сразу в кэше. Не обязательно. В памяти. То есть следующий по степени важности компонент – это оперативная память. Назначение. Устройство временного хранения данных, и используется оперативная память для временного хранения программ и данных, с которыми работает процессор. То есть, помните, коллеги, опять же, логика работы ПК следующая, и логика работы процессора. Процессор может выполнить приложение только в том случае, если приложение загружено в памяти. Если приложение в виде кода хранится на диске, в виде файла на диске, оно должно быть сначала в загруженную память, в частности, непосредственно в оперативную память, и только после этого это приложение начинает выполняться. То есть второй по степени важности компонент любого ПК – это оперативная память. Собственно, мы пользователи. То, что делается внутри системы, делается для нас и ради нас, правильно? А как мы, пользователи, взаимодействуем с этим оборудованием, с системой? За счет чего? За счет интерфейса пользователя. Он может быть графический, он может в виде командной строки быть. А где формируется этот графический интерфейс? Кто его формирует? Кто картинку на экран монитора? Графический адаптер по степени важности, на мой взгляд, один из самых важных компонентов любой системы. И то, что графический адаптер бывает дискретный, что такое дискретный в виде отдельной платы отдельного модуля, подключаемый через соответствующий слот шины материнской платы, в частности через PCI-Espresso X16, а может быть интегрированный, встроенный в процессор. Сейчас вопрос не в этом. Но в любом случае, в законченной системе, в функциональной системе графический адаптер должен быть в обязательном порядке. Так же, как должна быть оперативная память, так и должен быть процессор. Следующий по степени важности компонент – дисковая подсистема. Устройство долговременного хранения данных. Зачем используется? Для долговременного хранения данных. Поконкретнее. Операционная система? Ну, во-первых, в выключенном состоянии. Оперативная память не может сохранять данные. Принцип, положенный в основу работы микросхем, поскольку это память динамическая, это память энергозависимая. А следовательно, оперативная память может хранить данные только когда включено питание. При выключении питания все, что хранилось в оперативной памяти, все сотрется. А операционная система – это много программ, и чтобы она работала, эти программки должны быть в памяти. А значит, то, что было загружено в предыдущий сеанс работы, при выключении питания перестает в памяти существовать. И в следующий раз эти программы операционной системы надо заново загрузить. Значит, их надо где-то хранить. Вот для этих целей используется основной накопитель. Вот здесь на этом слайдике я привел, например, два типа накопителя, большего размера, так называемый магнитный накопитель, и сверху в пирамидке лежит более современный накопитель, который многие из вас, опять же, знают, многие используют, это SSD. Следующий компонент – материнская плата. Ну, а теперь вопрос, коллеги, если я этот слайдик закрою. Ну, я потом его открою, не переживайте. Что есть материнская плата? Вот смотрите, по своему характеру работы я этот вопрос слушателям задаю не только в курсе технического обслуживания и ремонта, часть тем, которых я вам сейчас представляю, и которые фактически этим семинаром я рекламирую, ну, если честно, посуществу. Этот же вопрос я задаю любым слушателям в любых компьютерных курсах, будь это настройка, будь это сетевые технологии. С точки зрения активации компьютера, то материнская плата – это интерфейс между составными составляющими компьютерами. Между процессором и оперативной памятью системой. Я понял, Ваше... Кроме этого, у меня есть дополнительные устройства. Понял. Ну, я принимаю Ваше объяснение, но теперь, коллеги, чтобы всем было понятно. Ну, смотрите, из оборудования, которые есть внутри системного блока, вот на этом слайдике я показал жесткий диск. Куда он подключается? К одному из разъемов материнской платы, правильно? Ну, или дискретного SATA контроля. SATA – это наименование интерфейса, а интерфейс – это способ взаимодействия. То есть под интерфейсом понимают способ взаимодействия. Вот есть такой интерфейс SATA. Используется он для подключения к материнской плате чего? Накопителей магнитных, накопителей твердотельных, DVD-приводов, ну и так далее. Вопрос, коллеги. Может ли жесткий диск работать сам по себе? Хорошо, по-другому вопросу. Вот на этом слайде я вам показал оперативную память. Может ли оперативка работать сама? Нет. Тогда объясните мне с точки зрения схемотехники, как оборудование работает. Не надо так глубоко. Подается наград, подается наград. Даже питающие напряжение, подается... Не надо так глубоко, коллеги. Не надо. Я не прошу так глубоко. Я прошу только еще об одном понимать, что в вашем компьютере есть устройства, которые являются исполнителями. Жесткий диск – это исполнитель. Его работой управляет электронная схема под названием контроль. То есть, другими словами, вот тот списочек оборудования, нижняя часть персонального компьютера, который мы озаглавили как устройство, надо добавить сюда следующее понимание. У каждого устройства или группы устройств есть своя управляющая логика, и на языке схемотехники ее называют контроллер. То есть, есть на материнской плате разъемчики SATA, значит, на материнской плате есть SATA-контроллер. Если есть на материнской плате слоты расширения, куда оперативная память вставляется, сама по себе она не работает, значит, где-то там должен быть контроллер, который управляет этим устройством. Если на материнской плате есть шина, интерфейс, соединяющий два разных аппаратных компонента, допустим, процессор и другие компоненты, шина, физически это проводники, провода, поскольку информация внутри вашей системы кодируется в виде электрических сигналов. Провода сами работать умеют, а значит, еще одно подтверждение правила, что у каждого устройства есть контроллер, у каждой шины есть свой собственный контроллер. Так вот, коллеги, с этой точки зрения, что из себя представляет материнская плата? Ответ очевиден. Это набор контроллеров, управляющих логикой, задача которых управлять чем? Оборудованием, встроенным в материнскую плату, подключаемым к ней и организовывать взаимодействие между этими устройствами. Вот это, в моем представлении, более правильное понимание, что есть материнская плата. То есть это множество различных контроллер. Ну, потом еще, Маза Борт, это все-таки не надо слэнк, а вообще-то, если подрамка, это системная плата. Разница в терминологии, смотрите, вот настоящий момент, ну, как правило, практикуется название Маза Борт, а вот системная плата – это отголоски немножечко от более старых времен. Я по своему опыту скажу, с персональными, я не вешаю себя, то есть не хочу в ваших глазах повесить кучу медалей, показать свою крутость, показывая свой опыт, но с персональными компьютерами мне пришлось работать, и работаю я, начиная с 88-го года прошло уставление. Да, когда-то могли называть Маза Борт, могли называть системная плата, иногда главная плата даже существовала, менее распространенная, но в настоящий момент вот эти устаревшие названия, они немножечко ушли, и, как правило, Маза Борт, он и есть Маза Борт материнская плата. То есть, да, это главная плата. Но еще раз, коллеги, разница не в терминологии, а в разнице понимания, что это устройство представляет. Что такое материнская плата? Это множество различных контроллеров, управляющих оборудованием, встроенную материнскую плату, подключаемую к ней, и организующих взаимодействие между этими всеми устройствами. Логика понятна, коллеги? Мозги. Ну, иногда мозгами называют процессор памяти. Можно это к материнке отнести, но я думаю, что это все-таки ближе к... То есть, это вспомогательное функционирование, ну, то есть, это обслуживание всего. Вот это более подходит. Ну, а вот с этой точки зрения, давайте, коллеги, на слайдик посмотрим, и посмотрим, что из себя представляет материнская плата. Ну, вот, собственно, определение, которое я дал. Что мы видим на материнской плате? Основные компоненты. Коллеги, слайдик видны? Ну, то есть, видно? Что мы видим? Во-первых, центральная часть занята разъемом, куда устанавливается что? Процессор. Центральное процессорное устройство устанавливается сюда. И немножечко забегая вперед, одна из главных характеристик материнской платы – это совместимость с процессорами, которую она будет поддерживать. Помните, универсальности здесь не бывает. Более того, Intel – это Intel, AMD – это AMD. Это электрически несовместимые и невзаменяемые сейчас конструкции процессоров и, как результат, конструктивы. А, следовательно, когда вы будете для себя выбирать платформу, то есть, выбирать компьютер, если вы определяете, что вы будете с AMD работать, то есть, основным процессором у вас будет AMD, нужно будет выбирать материнскую плату, предназначенную для этой линейки процессоров Intel, для этого. Более того, у разных моделей процессоров может конструкция этого разъемчика быть разная. В настоящий момент Intel-овские процессоры устанавливаются в разъем класса ILGA. Можно быть, слышали о такой конструкции. Что из себя представляет разъем? Корпус самого процессора, ножик лишен. Хорошо это или плохо? Хорошо. Потому что до появления класса ILGA разъемчиков, разъемчики были класса другого, и в разъемах были соответствующие отверстия, а у процессора было достаточно большое количество ножек. И основная проблема, это я вам не понаслышке, это я вам по общению говорю, была следующая. Если пользователь, не обладающий достаточной квалификацией или пользователь, не аккуратно обращающийся с этим оборудованием, любое неосторожное движение, десяток ножек гнется. При попытке выпрямить некоторые из них могут обламываться. Если это, ну скажем так, сигнальная ножка, то фактически вы получаете уже нежилую систему. Вот здесь этой проблемы нет. У процессора нет ножек, есть брюшко с электрическими контактами. Зато проблема перекочевала в этот разъемчик. Позвольте, я вам просто сразу же комментирую характеристики, немножечко затрону узкие стороны этого девайса. Узкой стороной здесь будет следующее. В режиме покупки, в режиме транспортировки, в разъем для процессора установлена пластиковая заглушка. Она препятствует повреждению вот этих сотен очень тонких, легко деформирующихся контактов, которые находятся в самом сокете, в самом разъеме. А следовательно, если эту заглушку снять при сборке раньше времени, а потом при сборке совершенно, ну случайно уротить, иногда даже винтика просто достаточно, часть контактов легко деформируется, что мы получаем после этого, ну это уже как повезет. Так что слабое место оно есть. Ну а если сейчас закрыть глаза на слабое место, помните, что совместимость с процессорами, как результат, разные типы разъемчиков, это основная характеристика материнской платы. Идем дальше. Это так называемый слот расширения оперативной памяти. Вот здесь на материнской плате их два разъемчика, это далеко не предел. На некоторых платах чаще всего бывают четыре, а на некоторых платах может быть, ну бывают и шесть, а бывают и восемь. На самом деле бывает и шестнадцать, в зависимости от назначения материнской платы. Помните, коллеги, что они бывают для разных аппаратных конфигураций, есть такое понятие, как компьютер-работчая станция, есть такое понятие, как сервер. И материнские платы, естественно, как правило, разные. Так вот, берете серверную материнскую плату, там слотов под оперативную память как минимум восемь, как максимум их может быть и шестнадцать. Идем дальше, коллеги. Вот это слот расширения PCI-Express X16, сюда подключается что? Догадываемся. Графический адаптер, совершенно очевидно, все правильно. Идем дальше. Вот под этим радиатором оранжевого цвета предмет нашей будущей беседы. Это основная логика материнской платы, основная логика под названием чипсет. Слышали о таком? Что я с чипсет сейчас поговорю? Разъем для подключения питания основной. Разъем для подключения питания дополнительный. Через основной разъем, он в настоящий момент имеет 24 пин, 24 контакта, со стороны блока питания заводятся все основные напряжения. Это напряжение плюс 5 вольт, плюс 12 вольт, плюс 0,3 вольта. Дополнительный разъем через него, дополнительно на материнскую плату из блока питания заводится 12 вольт. Зачем? Разве процессоры питаются напряжением 12 вольт? А теперь смотрите, коллеги. Вот этот компонент материнской платы кому-нибудь знаком? Это так называемый стабилизатор питания процессора. Но если хотите, ну на языке пользователя блок питания встроенный в материнскую плату. Его задача на входе взять 12 вольт, которые как стандартное напряжение подаются из блока питания и сформировать 1 вольт с небольшим, в зависимости от конкретно нужного питания, конкретно нужного процессора. Дело в том, что в разных сериях процессоров напряжение питания плюс-минус бывает разное. Стабилизатор питания автоматически подстраивается и автоматически начинает формировать то напряжение, которое процессору нужно в качестве входного питающего напряжения. То есть называется это стабилизатор питания. Идем дальше. Вот эти коротенькие разъемчики, это тоже слоты расширения. Под названием тоже PCI-Express. Если вот этот длинный PCI-Express X16 предназначен для чего? Для дискретных графических адаптеров, то вот эти коротенькие для чего? Это любая медленная периферия. Это дискретный сетевой контроллер, дискретный звуковой контроллер. То, что раньше когда-то подключалось через старую PCI на этой материнской плате, она уже не поддерживается. Сейчас подключается в большинстве случаев через PCI-Express X1. То есть это медленная периферия. Дальше разъемы, которые с торцевой стороны материнской платы расположены. Вот здесь один шестиконтактный разъемчик, наполовину сиреневый, наполовину салатовый. Это так называемый PS пополам. То, что он наполовину сиреневый, наполовину салатовый, говорит о его универсальности. Вообще сиреневый – это клавиатура, салатовый – это мышка. Здесь мы можем использовать один разъем для или клавиатуры, или мышки. На некоторых материнских платах их может быть два, а на некоторых материнских платах их может быть уже и не быть. Потому что современные мышки и клавиатуры в достаточно частом случае подключаются уже не через PS пополам, а через USB. Совершенно очевидно, верно. Идем далее. Двадцати четырехконтактный ДВИ. Нет, коллеги. ДВИ – Digital Video Interface. Цифровой видеовыход, коллеги. Цифровой говорит о чем? Что видеосигнал подается не в аналоговом стандарте, а в виде последовательности ноликов и демичек цифры. Разъемчик, который используется для подключения современных мониторов. У современных мониторов, у современных телевизоров есть соответствующий разъем, и соответствующим кабелем он подается. То есть подключается. Наличие этого разъема на самой материнской плате является обязательным? Нет. В каких случаях он есть? В том случае, если графическая система встроена в процессе, так, например, в ICD, уже часто есть процессы, в которых строили графические системы, сам процессор. В этом случае память берется часть оперативной памяти, и процессор обрабатывает в том числе графические системы. Полностью с вами согласен, коллеги. В большинстве случаев на современных материнских платах подобный разъем может присутствовать, а вот работает он, не работает, зависит от того, есть ли встроенный графический адаптер или интегрированный процессор, который вы покупаете. Чисто теоретически он не является обязательным. То есть если посмотреть спецификацию от производителя процессора, в дешевых случаях внутрь процессора графический контроллер, графический процессор может не встраиваться, а разъем присутствует на материнке. То есть его никуда не девают. А следовательно, исходя из этого, мы делаем выводы, будет ли он работать, то есть стоит ли к нему монитор подключать или не стоит, это зависит от наличия встроенного графического ядра. Идем дальше. 15-контактный разъем класса, ну, называют его VGA, DESAP он может называться. А это для чего? USB. RG-45. Говорит о том, что в эту материнскую плату есть встроенный сетевой контроллер для подключения компьютера к локальной сети. Согласен. Ну и, наконец, мини-джеки. Здесь их три, может быть и больше. Это аудио. То есть розовый мы используем для подключения монитора, салатовый для колонок, а голубенький, а это так называемый линейный вход для записи звукового сигнала в цифровом формате, чтобы этим занималось. Ну, то есть используем компьютер как магнитофон, условно говоря. Да, совершенно верно. Ну, то есть, коллеги, это очевидные простые вещи. Это была затравка. Продолжен список оборудования. Кроме материнской платы нам необходимы для полноты ощущения, то есть чтобы компьютер заработал, использовать что? Блок питания. Что такое блок питания? Это устройство формирования вторичных напряжений. Первичным будет входное напряжение, это электрический ток переменного типа 220 на входе, на выходе. На выходе я немного ранее уже озвучил. Тип электрического тока постоянный, и современные блоки питания форм-фактора ИТХ обязаны на выходе сформировать плюс 5, плюс 12, плюс 3,3 вольта. Если посмотреть спецификацию на современный блок питания, кроме положительных напряжений плюс 5 и плюс 12, современные блоки питания еще и отрицательные напряжения формируют минус 5 вольт и минус 12 вольт. Зачем? Коллеги, если я это отвечу, дань традициям этого достаточно будет? Непонятно, правильно? Коллеги, для всего этого оборудования есть стандарт. Наверняка слышали. Чтобы материнская плата была совместима с блоком питания, чтобы блок питания и материнка совместимы были с корпусом, они должны принадлежать одному единому стандарту, и в, собственно, компьютерной технике, в компьютерных комплектующих это называется так называемый форм-фактор, ИТХ. Вот ИТХ – это фактически набор стандартов, которые делают устройства разных типов и разных производителей электрически и аппаратно совместимыми друг с другом. В настоящий момент один из самых массовых форм-факторов – это форм-фактор ИТХ. Вот если открыть спецификацию на форм-фактор ИТХ и блоки питания, вы увидите, что по этому стандарту блок питания на выходе должен выдавать плюс-минус 5 вольт, плюс-минус 12 вольт, плюс 3,3 вольта. Зачем нужны отрицательные напряжения? Кто ответит на этот вопрос? Хорошо, коллеги, возвращаемся к основному устройству, о котором чуть-чуть подробнее сейчас поговорим. Материнская плата. Вот что такое чипсет? Это микросхема. Другие микросхемы есть на плате? Есть. Есть вспомогающая, вспомогательная логика, окружающая логика. Микросхема – это электрические устройства. Электрические. Напряжение питания каждой микросхемки нужно сформировать, нужно подать. А если открыть справочник, вы увидите, с точки зрения питания логика бывает положительная, для которой формируется положительное напряжение питания, и логика бывает отрицательная, для которой формируется отрицательное напряжение питания. То есть блок питания вырабатывает отрицательное напряжение для того случая, когда на материнской плате производитель использует так называемую отрицательную логику. Я могу вас обрадовать, коллеги, давно уже нет. Вот именно поэтому я говорю дань традиции. Стандарт был разработан достаточно давно, когда она могла присутствовать, уже давно ее не используют. Все основные микросхемы материнской платы – это положительная логика. Но стандарт ИТИК с тех пор никто не поменял. А следовательно, любой блок питания, кроме положительных, должен формировать отрицательные прижимы. Их путь, этих отрицательных проводничков, заканчивается в разъеме материнской платы. То есть они на контроллеры уже не разводятся. Тем не менее, они есть. Положительная логика – это логика, питающая напряжением положительным. Отрицательная – отрицательная. Вся современная логика – это положительная логика. Коллеги, это еще один обязательный компонент, не умный, как правило, а необходимость его использования – это необходимость соблюдения температурного режима процессора. Это кулер процессора. Нужно ли процессор охлаждать? Обязательно это записано в его спецификации. Без охлаждения современные процессоры обычных форматов в десктопе не работают. Интерфейсные кабели. В частности, это интерфейсный кабель SATA, задача которого соединить жесткий диск с SATA-контроллером с разъемом SATA-контроллера на материнской плате. Вот так он выглядит. Ну и, наконец, коллеги, последний компонент – это та коробка, куда все это заявлено оборудование устанавливается, и после установки эта коробка будет называться чем? Системным блоком. Вот, собственно, интерпретацию, что такое персональный компьютер, я уже сегодня слышал. Ну и это лишь системный блок, а для того, чтобы мы могли управлять системой, нам нужны устройства ввода-вывода. Нам нужен монитор, как устройство ввода, устройство отображения информации, интерфейс. Нам нужна клавиатура и мышь, как устройство ввода данных. Вот это все вместе приобретает смысл, будет называться персональным компьютером. Коллеги, я сейчас вместе с вами рассмотрел минимальный, если хотите, джентльменский набор. Убираем любое устройство, система перестает быть жизнеспособной. То есть это обязательно оборудование. Ну а теперь, коллеги, а собрались-то мы на самом деле, чтобы поговорить о самом основном, о материнской плате. Давайте для начала уже к тому подойдем, точнее вспомним то, о чем мы говорили. Что такое материнская плата? Это набор различных контроллеров, задача которых управлять оборудованием, встроенную материнскую плату, и организовывать взаимодействие, то есть связь передачи данных между этими различными устройствами. Вот на этом слайдике мы можем более предметно попробовать рассмотреть материнку, хотя это относительно. Еще раз давайте. Разъем для установки процессора, 4 разъема для установки модуля оперативной памяти. Питание основное, питание дополнительное. Еще один разъем дополнительного питания – это, ну скажем так, особенности этой материнской платы. Слоты расширения PCI-Express X16, слоты расширения PCI-Express X1. SATA разъемы для подключения чего. SATA устройств. И вот здесь снятый радиатор с основной микросъемки, с микросъемки чипсета. Повторили то, что мы фактически уже прошли. Идем дальше. Собственно, на этом слайдике я показываю уже назначение основных разъемов. Слайдик, точнее, эта картиночка не моя, а в интернете была, сразу предупреждаю. Поэтому, в принципе, ну я считаю, что она хорошая. Вот опять же, повторение того, что мы прошли. Назначение вот этих разъемов прошли, здесь все это расписано. Слоты расширения оперативной памяти. Кстати, вопрос. Вот на этой материнской плате слоты расширения окрашены в два цвета – черный и голубой. Логику понимаем, почему это бывает. Это так называемый двухканальный режим. Двухканальный режим подразумевает использование парного количества модулей памяти. Что это дает? Чисто теоретически двукратный прирост производительности по оперативной памяти. Нужно ли это? Коллеги, если я вас прошу, с точки зрения узких мест скорости, то есть что мешает компьютеру быстро работать? Назовите мне эти несколько узких мест чаще всего. Там шин много. Ну вот смотрите, на самом деле на первое место вы совершенно правы. Это жесткий диск. Почему? Вот если я этот вопрос задаю, что не устраивает в работе ПК, почему он работает, или что работает медленно пользователю, 99% пользователей мне отвечают, что не устраивает долгое время загрузки операционной системы, раз. Долгое время старта приложения после двойного щелчка, два. Иногда операционная система задумывается, что-то там делает, в это время моргает индикатор на системном блоке доступа к дисковой подсистемы и так далее, и так далее, и так далее. Коллеги, если в этом случае предложить пользователю поменять процессор, добавить оперативную память, заметно ли у него эти операции ускорятся? Нет. Абсолютно. А почему? Вот смотрите, коллеги, что такое загрузка операционной системы, мы в целом должны уже, даже исходя из сегодняшнего семинара, понимать. Загрузка операционной системы – это считывание файлов, которые хранятся на жестком диске, и запись их в оперативную память. Работают два компонента. Жесткий диск отдает данные, оперативка принимает. В этой паре компонентов кто является слабым звеном или они равносильны по скорости? Жесткий диск. Почему? А потому что конструкция жесткого диска подразумевает, если это магнитный жесткий диск, наличие там механики. Механика быстрой по сравнению с микросхемками, но чисто теоретически, даже не будучи инженером, если кто-то не инженер, можете представить и сказать ответ на вопрос, что это очень сложно сделать быструю механику и дорого. Запуск приложения после двойного щелчка. Что внутри вашего ПК происходит? Считывание файлов этого приложения, копирование их куда? В оперативную память. Кто в этой паре медленное звено? Жесткий диск. А следовательно, коллеги, вот большинство пользователей, которые быстродействуют в своем домашнем ПК, недовольны, им на самом деле достаточно просто поменять дисковую подсистему, и как результат большинство претензий исчезает. Поменять на более быстрый. То есть заменить магнитный жесткий диск на твердотельный, который, ну, скажем так, в несколько раз будет быстрее, чем магнитный жесткий диск, и все будет хорошо. Коллеги, а жесткий диск – это единственное тормозящее устройство? Нет. А вот теперь смотрите. Ну, вы как пользователи должны в этом тоже ориентироваться. Я как специалист технической поддержки могу вам совершенно так же точно сказать. Есть еще несколько узных мест, и в частности одно из узких мест – это оперативная память. Не во всех приложениях будет показывать свою медлительность, а в каких? Есть такое понятие ресурсоемкие приложения, то есть приложения, которые требуют от оборудования, в частности от процессора, от оперативной, от графики, максимальный ресурс. Что это за программное обеспечение? Например, графический, обязательно графический. Ну, некоторые игровые, скажем так, не все, некоторые игровые. Это приложения, где монтируются, ну, это опять же графические, это кады, архикады, автокады и так далее. Это приложения для конвертации видео, звука и так далее. Вот эти приложения относятся к категории ресурсоемки. Вот у них отдельные требования практически по компонентам и, в первую очередь, естественно, по оперативной памяти. Так вот, для таких приложений, используемых двухканального режима, может решить эту проблему. Проблему недостаточной производительности оперативки. Да, конечно. Ну, во-первых, требования к двухканальному режиму. Если не хотим лишних проблем, а проблемы могут какие? Есть такое понятие несовместимость между планками памяти, работающим в двухканальном режиме. Так вот, если не хотим лишних проблем, модули памяти желательно для двухканального режима покупать не по отдельности, хотя это не обязательно, но лучше подстраховаться и купить в наборе. То есть на сайтах продавцов памяти есть наборы, так называемые киты, кит набор. Два модуля памяти в одной коробке. Что в этом случае гарантировать производитель? Их идентичность. Дело в том, что они идентичны. Должны быть не только по объему и частоте, они должны быть идентичны еще по характеристике, которая называется тайминг. Ну так вот, коллеги, для двухканального режима это крайне важно. Так вот, надо купить два модуля памяти идентичных и еще их правильно установить. Вот если внимательно посмотреть на этот слайдик, вот эти два разъема, они как бы одной группкой прижатся друг к другу. А вот эти два разъема, следующая пара, они на небольшом расстоянии друг от друга. О чем это говорит? Это говорит и намекает на то, что они, эти группки разъемов, два и два, принадлежат разным каналам. А следовательно, чтобы заработал двухканальный режим, вот правильно установить, надо понимать, или в черные разъемы, то есть через один, в эту материнскую плату, или в синие разъемы, то есть через один. А в противном случае они окажутся в одноканальном режиме, объемы увеличатся, а производительность нет. То есть наличие разных разъемчиков по цвету – это признак поддержки двухканального режима. Собственно, то есть когда четыре разъема. Если четыре модуля памяти, не обязательно. То есть в одном из них могут 8 гигабайтных, в одном канале быть, в черных, а в голубеньких могут, допустим, 16 гигабайтных. Коллеги, ну, смотрите, однозначный ответ – будет эта конструкция совместима с вашей материнкой? На этот вопрос, извините, вам даже Господь Бог не ответит. Догадываетесь, почему? Потому что есть такое неприятное определение и неприятное состояние, которое называется несовместимость между материнской платой и модулями памяти. Вы знаете, вот очень-очень-очень неприятно. Когда идете в магазин со спецификацией материнки, покупаете память, которая в списке разрешенных, то есть она заявлена, как разрешенная. А при сборке оказывается, что с одним поодиночке модулем, если из этой парочки или из этой четверки, поодиночке ставить или ставить в одноканальный режим соседний, все прекрасно работает. А в двухканальном режиме, в худшем случае звуковой сигнал, а не в худшем случае при старте операционкой вываливается в синий экран смерти, ну или она при нагрузке, интенсивной нагрузке, когда запускается ресурсоемкое приложение, тоже начинает уваливаться нестабильная работа в синий экран смерти. Поэтому, коллеги, ну, скажем так, у меня есть на этот счет жесткое убеждение, чем дешевле оборудование, которое вы приобретаете, более дешевого производителя, тем выше вероятность попасть в такую неприятность. Хотя это не факт. Иногда очень дорогой и тоже чреват этими последствиями. Непредсказуемая ситуация. Ну, если хотите, коллеги, я могу, ну, поскольку у нас вебинар, не обижайтесь за меня, наш вебинар, он на самом деле реклама вебинар. Дело в том, что, начиная с четверга, у меня как раз группа стартует техническое обслуживание и ремонт. И кого, в принципе, и не только я, как преподаватель заинтересую, кого интересует это направление, я могу вас обрадовать. Для слушателей нашего курса, наших менеджеров, наша администрация пошла, ну, скажем так, на жест доброй воли и обеспечивает 10% скидку на запись в эту группу. 10% скидка – это поличная скидка. Подумайте. Так вот, коллеги, придете, я вам обещаю, на одной из лабораторных работ вы будете проходить у меня и будете нарабатывать опыт. Что такое несовместимость? Ну, а говоря шуткой, я могу объяснить следующее. Вставляете модуль памяти в один разъем? Признаки жизни есть в виде звукового сигнала. Хотя память разрешенная для использования материнки. Выключаем питание, переставляем в соседний разъем. Признаков жизни никаких, даже звуковых сигналов нет. В третьем разъемчике появляется изображение, а в четвертом опять тишина. Помните такая шутка? Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Вот это примерно то же самое. И, кстати, кроме этой лабораторки, много чего другого интересного. Ну, я не буду. Коллеги, я могу рассказать, что является причиной, но это уже близок к схемотехнике. Давайте мы сейчас не будем, потому что не у всех это есть. Просто кто я? Я по образованию инженер системотехники. Мое непосредственно обучение, это разработка когда-то в институте, я вот это все проходил. Я, правда, этим никогда в жизни не занимался. Если меня сейчас попросить развести, то есть трассировку материнки, разработать схему, я давно это забыл. Просто я все это время работаю в службе технической поддержки. То есть я – обслуга. Зато за это время я встречаю такие поведения оборудования, такие неисправности, которые с логической точки зрения могут даже не объяснить. Конечно, всему есть объяснение, я его потом нахожу, но для обычного пользователя это очень трудно будет объяснить, не уникаю вот в самый низший уровень уровень схемотехники. Ну, коллеги, давайте. Неисправности – это курс технической обслуживания. Там придете, получите, естественно, скидку, и там мы с вами будем это на лабораторках отрабатывать. Собственно, коллеги, назначение я вам показал, чтобы нам уложиться времени. Первая характеристика материнской платы, если подводить итог, какими характеристиками материнская плата обрабатывает, это так называемый форм-фактор. Поскольку он, как правило, один ATX, что мы сейчас видим? LX, ATX, micro ATX, mini ATX. Что от этого зависит? От этого зависит габаритная разница, длина, ширина материнской платы, от этого зависит количество встроенного оборудования и слотов расширения, как результат от этого зависит количество того, чего поддерживать. Ну, скажем так, сколько слотов расширения здесь и сколько слотов расширения здесь. Видите разницу? А это говорит о том, где мы используем какой форм-фактор, от чего это зависит. Во-первых, выбираем от того, сколько нам всего надо подключать, правильно? А во-вторых, от этого будет зависеть еще и размеры корпуса, которые вы будете приобретать для того, чтобы все это оборудование, купленное, установить системным логиком. То есть первая характеристика – это форм-фактор. Вторая характеристика – чипсет. Что такое чипсет? Официальное объяснение. Это набор микросхем системной логики, содержащей различные контроллеры, на базе которых разрабатывается материнская плата. То есть чипсет – это группа контроллеров. Так вот, с этой точки зрения, коллеги, давайте определимся. Старые материнские платы, в работе их еще достаточно много, строились на базе логики так называемой двухкристальной. Что такое двухкристальная логика или двухкристальный чипсет? Это основной набор микросхем. Из двух микросхем состоящий. То есть та микросхемка, которая будет на материнской плате ближе к процессору размещаться, это так называемый северный мост. А та, которая чуть дальше, это так называемый южный мост. Вот такая конструкция будет называться материнская плата на двухкристальном чипсете. То есть под кристаллом поднимают микросхем. Современная архитектура, как правило, двухкристальности уже не подразумевает. То есть современные материнские платы строятся на однокристальной логике. Почему? А вот теперь смотрите, коллеги, легко все это объяснили. Вот на этом слайдике я вам показал фактически логику, за что отвечает северный и южный мост. Ну, что мы видим? Центральный процессор. Видим. Видим северный мост. Поскольку чипсет – это набор контроллеров, а контроллеры – это управляющая логика. Правильно? Вот за какую функцию работе материнки отвечает северный мост? Северный мост обеспечивает обмен данными с чем? С процессором. В первую очередь, видите, шины. Вот это системная шина. То есть самая главная шина материнской платы, которая обслуживает процессор, ее принято называть системной шиной. Вот управляет обменом с процессором, за это отвечает соответствующий контроллер, который находится внутри северного моста. Вторым компонентом системы является оперативная память. Контроллер памяти должен быть? Должен. А следовательно, вторая управляющая логика и вторая функция северного моста – управлять оперативной памятью. То есть контроллер памяти. Третья управляющая функция северного моста – управлять взаимодействием с кем? С интерфейсом, куда подключается еще одно быстрое устройство – графический адаптер. То есть контроллер PCI-Express X16 является частью северного моста. То есть шина, интерфейс, с помощью которого подключается графический адаптер. То есть подводя итог, за что отвечает северный мост? Коллеги, северный мост обслуживает обмен самыми быстрыми устройствами. Южный мост обслуживает обмен со всей остальной периферии. Это SATA, это USB, это аудио, это звук, это сеть. То есть все, что есть остальное на плате, но является небыстрыми медленными устройствами. Что есть однокристальный чипсет? Коллеги, вот эти три основных контроллера – контроллер системной шины, контроллер памяти и контроллер PCI-Express X16 – раньше в виде отдельной микросхемы на плате были, а сейчас ушли куда? Процессор. А следовательно, с северного моста фактически сейчас. И то, что на плате в виде одной микросхемки чипсета остается – это поддержка USB, то есть USB-контроллер, это LAN-контроллер, это аудиоконтроллер, это SATA-контроллер и так далее, и так далее, и так далее. Именно поэтому сейчас логика однокристальный. Ну, коллеги, основной вот на этом слайдике я не знаю, насколько она нужна информация, и она еще, ко всему прочему, может быть уже немножечко устаревшая. Ну, я привел просто за взятую страничку из Википедии некоторый набор, то есть некоторые модификации чипсета, ну, и показал характеристики, то есть за что и чем они отвечаются. Как мы видим, что если вот в списочке взять X299, достаточно популярный и достаточно свежая логика на сегодняшний момент, что она поддерживает? Поддерживает 8 портов SATA, порты SATA версии 3.0, это 6 гигабит или 600 мегабайт. Ну, если честно, вот дам меня, как для инженера электроника, возможности вот, допустим, этого и этого набора, они, ну, скажем так, почти одинаковы. И могу вот со своей точки зрения сказать, стоит ли при покупке материнской платы, если нет других причин, стремиться покупать материнку на самом последнем наборе системной логики. И такая материнская плата будет очень дорогой. А если вы посмотрите по характеристикам материнку на самом последнем наборе и на предыдущем, если вы обнаружите, что по характеристикам это примерно одинаковая логика, ну, тогда это вопрос на том, где можно сэкономить при выборе материнской платы. Правильно? Идем дальше. Собственно, совместимый с процессорами. Это еще одна характеристика, о чем я говорил. Разные типы сокетов, разные серии процессоров поддерживают. Это тоже одна из самых главных характеристик материнской платы. Ну, здесь перечисляются. Еще одна характеристика, это совместимый с разными типами памяти, то есть с разными модулями DIM. По разъемчикам они тоже бывают разные. Так. Ну и с моей точки зрения, еще одной главной характеристикой материнской платы является версия PCI-Express. Основной интерфейс в виде слотов расширений и встроенных в материнскую плату шин, с помощью которых основные компоненты соединяются. PCI-Express X16 для графического, уже неоднократно говорили, PCI-Express X1 для медлой периферии. И вы считаете, что они бывают трех поколений. Версия первая, версия вторая, версия третья. У каждой следующей версии пропускная способность практически в два раза выше, чем в предыдущей версии. Актуально для чего? Характеристика. Для выбора графического адаптера, в первую очередь, именно там смотрим совместимость, согласованность и так далее. Аналогично еще одна характеристика. Поддержка версии SATA. SATA тоже трех версий. Первая ревизия 150 МБ за секунду с пропускной способностью. Вторая 300 МБ за секунду. Третья 600 МБ за секунду. Где актуально, коллеги? Для магнитного диска актуально? Ну, скажем так, старый магнитный диск, новый магнитный диск, а? А почему? Догадываетесь? А потому что реальная производительность магнитного диска в большинстве случаев не превышает порога 160 МБ за секунду. А это значит, что даже вторая версия со скоростью 300 МБ спокойненько даст нужную жесткому диску скорость. Но жесткий диск магнитный, мы об этом говорили, тормоз отвердотельный. А вот когда твердотельный мы покупаем, вот эту характеристику тоже надо учитывать. Простой пример. Твердотельный диск, типовая скорость и сегодняшний день считывание данных со скоростью 550 МБ за секунду. На материнке SATA второй версии. Что получили? 300 МБ. Все преимущества этого быстрого SSD сведены на нет возможностей. Не используемых возможностей. Надо учитывать? Обязательно надо учитывать. Поддержка RAID массива с моей точки зрения не очень актуальна для пользователя, не по ни менее как характеристика. Что такое RAID? Избыточный массив независимых дисков. А если быть точнее, это логический массив, составленный из низких физических устройств. Вот на корте TOR мы это проходим. Более того, есть лабораторная работа для оптимизации, для настройки. Опять же, в двух словах. RAID 0 или так называемый страйпер, чередование. Подключаете два жестких диска, системы воспринимаются как один накопитель. И сам SATA контроллер в этом случае производит распараллеливание данных, которые пишутся на низ. То есть файл делится на блоки, часть блоков на один, здесь часть на другой. Причем это делается одновременно вместе. А следовательно, основное достоинство RAID 0 массива в чем? Практически удваиваем производительность. И объем удваивается, да. Почему? Объем там формула. Коллеги, давайте, не будем сейчас словам, там есть формула. У меня нет времени сейчас это озвучивать. Коллеги, ну не забывайте, рекламка есть реклама. RAID 1 или Mirror Mirroring. Зеркальный RAID. Два диска тоже как один накопитель. Здесь никакого страйпинга не происходит. Данные пишутся как на первый, так и на второй накопитель. В чем преимущество? Один жесткий диск выходит из строя, ваша операционка даже не просит перезагрузки, и тем более не вываливается в синий экран смерти. Более того, выполнили диагностику, определили дисковер, подключили новый диск, перемонтировали, все хорошо. При следующей загрузке операционной системы она говорит, надежность восстановила, хотите, я выполню синхронизацию данных, то есть перекопирую с одного на другой. То есть это функция RAID с самовосстановлением, надежностью увеличивается. Коллеги, есть RAID 5, есть RAID 10, есть RAID 50, есть RAID 30, есть RAID 0 плюс 1, есть RAID 1 плюс 0. Там у каждого RAID массива, то есть у каждого режима своя специфика. Не могу я все бесплатно вебинаре рассказать, тем более мы уже с вами на 7 минут задержались. Официально наше время закончилось 7 минут назад. Количество слотов PCI-Express X16 для кого актуально? Для игровых компьютеров актуально? Да, а зачем? Для графических станций актуально? Да, а зачем? Дело в том, что несколько разъемов PCI-Express X16 используются для поддержки или режима SLI, или режима Crossfire. И в этом случае вы имеете право к материнской плате подключать не один графический адаптер дискретного типа, а два. Зачем, понимаем? Увеличивается производительность графических приложений, графические задачи. Характеристика материнки. Характеристика. А теперь вот то, что мы не видим, а на самом деле видим. Любая ли материнка с поддержкой SLI достойна вашего взгляда? Нет. Читайте мелким шрифтом. У дешевых материнских плат от недорогих производителей наличие на материнке двух разъемов PCI-Express X16 ни о чем фактически не говорит, потому что мелким шрифтом написано при использовании одного графического адаптера режим X16 два графических адаптера X8 или X4. А это в два или в четыре раза медленнее, чем использование одного графического. А разъемов два, коллеги. Так что читайте, смотрите. Надежность, долговечность. Наверное, последняя характеристика, на которой я остановлюсь. Время у нас закончилось. Конкретный пример. Купили материнскую плату, все хорошо. Год работает, все хорошо. Через годика полтора начинается нестабильная работа. Видео включаем, не запускается. Картинки нет, звуков нет. Десятого раза запустилось. Или винда загружается, начинает синий экран смерти. Или винда загружает, во все все глухо виснет. Вскрыли крышку. Диагностика – это не только использование оборудования и своего опыта. Диагностика – это еще и визуальный осмотр. Вскрыли крышку и смотрим. Конденсаторы электролитические начинают подтекать, и крышечки у них вздулись. Вот вам, пожалуйста, результат покупки дешевого оборудования, созданного в силу, опять же, целик дешевизны из дешевых комплектующих. Если вам нужна надежная материнка как аргумент, используйте при покупке характеристику. Твердотельные конденсаторы. Период работы, срок жизни на порядок выше, чем обычных электролитических конденсаторов. Но, увы, такая материнка будет, сути, естественно, дороже. Коллеги, далеко не все, что я могу вам рассказать. Далеко не все, что, конечно, хотелось. Ну, смотрите, если один конденсат закоротил и потек, можно попробовать перепаять. Но перепайка необычным паяльником с исключительным дозированием температуры и бесконтактный способ лучше использовать паяльную станцию или ультрафиолетную, пожалуйста. Помните просто, что материнская плата – это многослойный монтаж. Как минимум это 6, как максимум 8 слоев, 8 слоев проводников. Связи электрические между проводниками – это в толке. Перегрев, то есть заполненная фактически припоем. Перегрев этой в толке без дозации температуры придет к тому, что олово растекается до слишком жидкого состояния и начинает заполнять, то есть коротить эти слои между собой. Поэтому можно простую операцию перепайка обычного, казалось бы, конденсатора, два контакта. Если до этого материнская плата худо-бедно запускалась, то после перепайки обычным паяльником и непрофессионалом она вообще не подает признаков жизни. Можно, но очень аккуратно. Ну, вообще-то, коллеги, не забывайте, что это оборудование, конечно же, оно позиционируется как одноразовое оборудование. То есть до заменяемого узла. Ну что, коллеги, спасибо за то, что пришли. Еще раз не забудьте о том, кого интересует тема. Приходите, с четверга стартуют группы, свободные места, их несколько мест пока еще осталось. Вам, слушателям семинара, меня просили предупредить, предназначена скидка в 10%. То есть на приеме менеджерам заявите, я думаю, что будет нормально. Есть группы, ну, коллеги, этот курс пока пусть будет, этот курс. Ну, кто придет, будет вещи проходить. Спасибо за внимание, коллеги. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok